569 человек с коронавирусом скончались в России за сутки. Это максимальное число умерших от инфекций с начала пандемии. Новых случаев заражения почти 26,5 тысяч. Регионы продолжают ужесточать ограничительные меры. Как в условиях пандемии живут страны и содружества, расскажут наши корреспонденты. Ситуация с распространением COVID-19 в Бельскеке сейчас немного стабилизировалась. Сутки регистрируются от 70 до 140 новых случаев. Чиновники говорят, это небольшой прирост. Однако специалисты призывают не расслабляться и соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры. Не исключено, что следующая волна коронавируса в Кыргызстане будет в феврале-марте 2021 года. В Азербайджане участились случаи повторного заражения коронавирусом. Из-за этого по всей стране резкий рост статистики. За минувшие сутки COVID-19 выявили более чем у 4 тысяч человек. Как заявили в объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями, такая тенденция неизбежно приведет к ужесточению мер. Тем временем Кабмин Азербайджана решил до конца года продлить дистанционное обучение. Все школы и вузы будут закрыты. В Таджикистане продолжают модернизировать сферу здравоохранения. Это особенно актуально в период борьбы с коронавирусом. По сообщению Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики, осенью в республику доставили более 30 наименований современного оборудования. Среди них аппараты ИВЛ, специальные кровати для интенсивной терапии, концентраторы кислорода и мобильные рентген-аппараты. Деньги на закупку, а это более 5 миллионов долларов, выделили международные финансовые организации. Хорошие новости для школьников. 7 декабря возобновятся уроки для учеников с 5 по 12 классы. Профильное министерство сообщило, что к каждой школе будет отдельный подход. В случае большого количества заражений, часть вновь переведут на дистанционное обучение. А вот дети из групп РИСКа продолжат учиться дома. В Беларуси продолжается кампания по сбору плазмы от тех, кто переболел коронавирусом. Сегодня к бессрочной акции присоединился Белорусский союз женщин. Члены президиума этой организации прибыли в республиканский центр трансфузиологии. У каждого донора за 40 минут собрали по 600 миллилитров плазмы. Процедура безболезненная и очень нужная в пандемии, подчеркивают врачи. Плазма с антителами поможет тяжелым пациентам с коронавирусом быстрее восстановиться. И тем самым мы начнем нашу акцию по всей стране. И с сегодняшнего дня столько, сколько будет нужно. Члены Белорусского союза женщин будут сдавать антиковидную плазму. Потому что даже на сегодняшний момент из этого учреждения уже приступило 4 заявки для выдачи плазмы наиболее тяжелым пациентам. В союзе женщин призвали белорусов, переболевших ковидом, активнее сдавать плазму. Это не опасно. Более того, процедуру проводят как на безвозмездной основе, так и на платной. То есть за плазму донор может получить материальную компенсацию. Продолжение следует...